Всем привет, ребята, с вами Дричин, ты да, это новый выпуск Супер Мамы. Благодарен за комментарии, за лайки, спасибо всем, кто включает VPN. Ребята, напоминаю, что мы собираем с просмотров денежку для помощи деткам. Вы также можете присоединиться, ссылка для вас в описании на благотворительный фонд. А также, кому интересно, можете подписываться на мой телеграм-канал, где я, в общем-то, выставляю, что на самом деле происходит в моей стране, в Украине. Телеграм-канал, ссылка в описании. Ну что, ребята, новый выпуск, мы начинаем. Ну давайте, четвертая мама, последняя. Своей великою дружною похизуется мать и героиня Лиля. Меня зовут Лилия Лебедь, мне 43 года, я мама шестерых детей. Старшая доченька Анечке 20 лет и младшенька Дина 7 лет. Ребятки, мороженое будете? Да, малиновое мне. 20 и 7. А вам какие? Не, банановое. Можно нам, пожалуйста, два малиновых и два банановых? Да, конечно. Две старшие дочки уже выросли и живут своими семьями со своими детками в другом городе. Четверо младших деток со мной. Кому компотик на них? Мы большая дружная семья. Я супермама, потому что мне хватает сил, любви и времени на всех моих шестерых детей. Мы живем счастливо и дружно. Посмотрим. А суперницы Лилии уже готовы проверить, чи так это насправді. И они уже в броварах за 25 километров от Киева. В свой день я решила начать с бочатым и пригласила девочек в танцевальный класс. Я хотела показать девочкам, что несмотря на то, что у тебя шестеро детей, я могу уделять время для себя и для своего любимого хобби. Приветики! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы уже не ждали сюжет. Здравствуйте! Привет, привет! Хочу вас познакомиться со своими детками. Наша маленькая Диночка, ей 7 лет. Это Глеб, ему 14 лет. Это Габриэла, ей 15 лет. Артем, ему 14 лет. Сказали, что им по 14 лет, то они мают быть близнюками. Но Глеб, он очень маленький, кудесенький. А Артем накачанный, высокий спортсмен. Как так это может быть? Старшие девочки, они уже имеют свои семьи. Они живут в других городах. Ничего себе. Вот это да. Я очень большая мама. Лиля справила вражение такой яскравой, потужной, бергеней. Я хотела бы сегодня вам показать, как я танцую в Бачату. Класс. Я танцую с партнером Виталией. Бачата – это очень такой страстный танец. Вот у меня пазл не складывался. Лиля, 6 детей и Бачата. Она очень, уверенно, нарушается, несмотря на ее комплексию. Я ожидала увидеть страсть. Это было точно не Бачата. Это два прихлопа, три притопа. Танцы – это очень круто. А мне бы хотелось поспілкувать себя с молодчим. Окей. А сразу же? Вы все танцует? Нет, у нас разные хобби. Я занимался плаванием, но сейчас я нигде не занимаюсь. Я иногда делаю из глины, лепил всякие кружечки, тарелочки. Глебка. Глеба много талантов, но почему-то он так не все рассказал. Я занимаюсь танцем. Тоже еще очень хочу играть на гитаре. Какая ты умница. Окей. А в школу ты уже ходишь? Да. Да? Тебе нравится? Ну, да. Не очень. Артем. Я занимался футболом пять лет. Сейчас перестал из-за карантина. Сейчас любительский-то каждый день побегать. Я пою в народном ансамбле уже два года. Я горжусь Габриэлой. Она очень хорошо поет и даже ездила за границу, принимала участие в конкурсе. Год назад Габриэлла меня затащила в свой ансамбль, и я солировала на сцене вместе с ней. Очень интересно послушать, как ты поешь. Вместе с мамой поешь. Может, твой дуэт? Хорошо. Два голоса. Два голоса. Ой, милый варенечки вхоче, Ой, милый варенечки вхоче, На вары, милая, на вары, милая, На вары, ухаха, моя чернобылая. Народное пение. Потрясающе. У тебя прекрасный народный голос. Вот чем ей нужно заниматься. Пение, никаких танцев. Я вижу, что Лиля добре подготовилась сама и подготовила детей до встречи с матусами. Но пока что мне очень нравится все, что я вижу. Очень хорошо, что Лиля не тягнет всех детей на один гурток, потому что так удобнее. Потому что главное в большой родине это потреба каждой дитины, а они у всех разные. После показовых выступов в студии Лиля готова показать и свою селью. Проходите. Это наша прихожая. Она такая маленькая, компактная, но уютная. А кто тут спит на цьему ліжку? Это Габриэла здесь спит. А так вот прям біля входа. В прихожей? Ну пока так, да. Тобто девчонка спит головою до входных дверей, и біля її ліжка стоять взуття шести людей, яке вона нюхает. Все на килимку б'ї поклали спати. А если зима, и открыта дверь, холодно? Ну зимой ночью никто не ходит. Зрозуміло, что Габриэла не повинна спати на проходе. До того ж, у подлитка має бути місце, где робити уроки. Ну дать 15 лет девочке. Бувати на самоті. Адже це вкрай важливо, особливо, коли дитина дорослішає, та її тіло змінюється. Девочки, проходите на мою... Хотя нет, усы, ремонт неплохой, а там как-то... Кухню? Ну... Немного странно. Ау, як затишло. На кухне красный цвет категорически запрещен, потому, что... Почему, блядь? А, енергетика не та, да? Правда, возбуждает аппетит. То есть в доме всегда будуть все вечно голодные, никто не наестся. Было очень чисто и достойно. Ой... А хто готує? Конечно, Габриэль. Моя помощница. Габриэла. Розкажи, ти допомагаєш маме? І що ти робиш? Конечно, допомагаю. Я готовлю кушать. А що ти вмієш готувати? Які страви? Ну, суп, борщ, плов могу зробити. А тобі подобається це? Що це просто твій обов'язок? Не, мені це подобається. То, що дівочка готовить, це добре. А вот то, що она готовить на всю сем'ю і постійно, мені це не дуже подобається. А що в вашому домі роблять хлопці? У нас є розписання. Хтось вбирає на кухні, хтось вбирає там пылесоси, витіряє пыль. І вони це роблять краще, ніж ти чи гірше? Ні, я, звісно, роблю краще і справляю їхні ошибки. Я їй завжди кажу, прекрати справлять чужі ошибки. Мальчики і Діна повинні відповідати самі за свої ошибки. Не зробив сьогодні, значить, твоя робота переходит на завтра. Якщо діти роблять все, то чим займається Лиля? Ну, значить, Лиля танцює. Бачату. Ти взагалі відпочиваєш? В тебе є якісь там хобби, друзі, якась тусовка. Кричує, у дівчині, я так понимаю, вже взрослая життя. Ну, вообще, я не люблю громкі тусовки і багато друзів. Ну, я теж хожу гулять, але так дуже редко, тому що у мене є там свої занятия. Не гулять. Тому що я не хочу говорить. Я їй в це не вірю. Може, тому що у мене немає часу? Вона зараз є... Немного зажата. Ну, фактично, попелюшкою, служницею в цьому будинку, коли вона робить купу роботи і спить на коврику біля дверей. Ну, да, мені це теж не сильно нравится. Я б не назвав би, що прям спить на коврике возле дверей. Ну, блин, що, в домі там три кімнати всього, або що? Тобто не знайшлось, як їх по-другому положити. Можна не зважати, що ця родина багатодітна. Втім, я не розумію, чому вся хатня робота лежить на бріде. На дівочці, так? Підлітком моїйся, дитина має бути зайнята навчанням та вміти обслужити себе. Але аж ніяк не всю родину. Ну, так, не обслужувати цю структуру. А скажи, будь ласка, ти працюєш? А я працюю няній. Няній? Так. Тебі мало своїх дітей, і ти нянчиш ще й чужих. Підгуски, Джой, спокійні ночі, активні дні. Короче, Апол, тут по факту рібінок пашет на всю сем'ю. Я нянчу маленького мальчика десятимесячного. Очень прекрасна сем'я, очень прекрасні родители. Лиль, а у тебе остається какое-то время на своїх дітей? Или вони у тебе вже як раби? Можеш нас оставити? Ми хочемо ненашко посекретниться з твоєю дочкою. Хорошо. А вот где-то здесь щас начнется откровення, да? На тебе держиться весь дом, по большому счету. То есть уборка, готовка. Ты не устаєш от этого? Ну, іногда устаєю. Стою. А тебе хватает времени на себя? Нет. Да, хватает. Не всегда. Ну, не всем. Есть некоторые нюансы. А что за нюансы? Очень мало места. Раньше было больше. Была девчачья комната. Но такие сложились обстоятельства, что у нас ее отобрали. Просто пришли, отобрали полдома. И тебе довелося переселитися сюда, в Вітальню? Да. Ну, а не створи якоюсь дискомфорту, что ты живешь, ну, по сути... Стоп, я что-то не понял. В смысле отобрали полдома? В коридоре... Конечно, есть дискомфорт. Ну, в тесноте, но не в обиде. И в первую очередь я благодарна своей маме за то, что... Боже, сонечко. Звісно, все дети, мабуть, вдячні своим батькам, але чому плакати? Я хочу выразить свою благодарность за то, что вообще я здесь живу, в этой семье, потому что это не моя родная мама. Что? Это моя родная тетя, которой я сейчас под опекой, и мой младший брат Глеб, и еще уже старшая сестра Маргарита, и уже 18 лет. И тут так, тудух, пазл разбився. То есть она приняла детей? У меня просто сув шаблону отбился. Моя биологичная мать, я жила с ней два года, это с рождения и до двух лет. Потом я уже, ей лишили родительских прав. А где твоя мама? Она, она вот тут вот живет рядом с нами. Вот как раз она и отобрала нашу комнату, которая была девчачья комната, детская. Еба! Жесть, какой трэш, блядь! Ну, мы не общаемся. А папа? Его тоже лишили родительских прав. И он умер. Три года назад, по-моему. Но тебе сейчас в этой семье ты себя чувствуешь полноценным ребенком, то, что это все твои братья и сестры. Сонечка, про такую доньку, как ты, можем только мрять каждой, каждой матусе. Спасибо. Твоя биологичная мама, она прагне с тобой общение? Когда-то она пыталась восстановить родительские права, но у нее ничего не получилось, так как мы ей сказали, что мы не хочем с тобой общаться. Нам и без тебя хорошо, и мы не общаемся с ней больше. Что происходит в этой семье? И что за... Вот, получается, как и пропала половина дома. То есть, наверное, была сестра, дом был родительский, родители умерли, по наследству двум сестрам, и две сестры поделили дом. Верь такой сестра. Мы решили задать эти вопросы Лиле, чтобы не травмировать ребенка. Жесть. Не, ну тогда я уже так скажу. Блин, ну, знаете, понемножку уже узнавая ситуацию, уже как-то и коридор не самый страшный и тому подобное. Ты понимаешь, что как бы условия такие? Габриэла нам озвучила такую историю, ее родную мать, то есть, твою сестру, как я понимаю, родную, лишили родительских прав. Такая болезненная-то тема для нашей семьи. В 19 лет я осталась с братом и с сестрой младшими без родителей после очень трагических событий. И сестра связалась с очень плохой компанией и стала наркозависимой. То есть сестра младшая? Да. Так получилось, что когда у нее уже было трое детей, ее лишили родительских прав за употребление. А сколько было тебе лет, когда ты вот приняла решение забрать этих детей? 29 лет мне было, и у меня было своих трое детей уже, и вот сразу еще появились трое. Ты очень смелая женщина. Благодарю. Молодец. Ты супермама. Но какая правда про Лилю? Честно было показать это другим матушям. Я родная сестра Лилея. Кардинально сменить думку матусь. Это человек, который небезопасен для общества. Дизнаемося совсем скоро. Так давайте, нарезку сделали жесткую, но, блин, не знаю, не в... Лилея, а чему вона стала наркозалежной? Можливо, в семье были какие-то передумывы для этого. Сестру и брата всегда больше баловали родителей. Что хочу, так вот показывают, как будто эта мать окажется какой-то говнючкой. Ну, что-то, блин, до конца не верится. По речи девочки 15-летней, которая отзывалась о матери своей, которая наркоманка и так далее. Мне кажется, там как-то так специально нарезали, чтобы мы так немножко, типа, но... Все равно мне из-за этого ничего не будет. Все дозволенность. Все дозволенность, да. Мама ее защищала перед отцом, хотя потом сама из-за этого получала. Давайте посмотрим, дойдем до этого. Да, то быв твою маму? Да. А сестру и тебе не быв? Меня, да. Сестру нет. Она там что-то сделает, а я получала за это. Это часто было по пьяни. Во время очередной ссоры мама отстояла свою честь, ударила отца опухом топора. Через 7 дней он умер. Убила? Убила я, мадам. Я спрашивала, я говорю, почему ты не уехала? Зачем ты терпела это все? 22 года, жить постоянно битой, синей, с носа тебя били, ты кровью умывалась. Она говорит, мне не было куда ехать. Филифицировали это все как превышение самозащиты. И что дальше? И ее посадили на 6 лет, но через 4,5 лет она уйдет. Так много ужасных событий в одной семье, я взагалі дивуюся, как с такими родителями Лилия выросла целесной личностью. Такой тренаж, конечно. Я еще раз и еще раз повторюю, от человека, который вас бьет, надо уходить. Тикат, то, как и быстрее, забирать от него детей. Адже дети не должны расти в атмосфере насильства и жестокости. Конечно, эта трагедия в родине Лилия не могла минуть безусловно, так что не странно, что ее сестра выросла наркоманкой. Хотелось бы узнать, как эта детская травма вплинула на саму Лилию. Как они остались? Мне было 19 лет, сестра было 16 лет, и брату было 14 лет. Мне пришлось стать опекуном, чтобы их не забрали. Я уже работала кондитером. То есть единственное, совершеннолетнее было? Мы жили на мою зарплату, на то, что получали дети по утрате своих родителей. А наркозависимой она стала до этого или уже после? А наркозависимой сестра стала, это еще был жив отец. Я когда ей говорила, она говорила, ты просто преувеличиваешь, это все неправда. То есть она с детства уже употребляла? Она начала пропускать школу, маму директор вызывал. Она даже не могла поверить, что это может быть с ее дочкой. Она начала пропадать неделями. Потом начали пропадать из дома вещи, телевизоры выноситься, золото. Когда она уже была в наркозависимости, у меня было на то время уже двое деток старших. И был такой случай, что я ее попросила, чтобы она посидела с старшим ребенком. А я там сходила с документами, там оформление дома. И когда я пришла домой, то она в той кастрюльке, где я готовила кушать ребенка, она варила шырку и какой-то наркоман сидел рядышком. Трэш. Как ты вообще оставила ребенка с ней? Ты же знала, что такое может быть. Ну, все-таки хочется, чтобы у тебя была родная сестра и хочется доверять, потому что она как бы... Хотелось верить. Хотелось верить. Я ее просила, упрашивала, что давай ты полечишься, договаривалась с церквями, у которых есть выходы на репцентры. Она соглашалась два раза, но когда уже приходил момент, надо ехать, она пропадала на месяц и не появлялась. А что с младшим братом? Как у него сложилось все в жизни? Ну, у него он благополучно женился, у него есть семья своя. Очень долгое время мы были вместе всегда, я всегда рассчитывала на его помощь. Что тоже посрались? Сейчас с братом мы не общаемся. Уже три года из-за наследства у нас не нашлось общих интересов. Через захату поругались. Весь и Илья, самопорядочность на фоне своей сестры алкоголички. Почему не общается с ней брат? Как судьба у Риты, у старшей дочки твоей сестры сложилась? Ну, в принципе, с Ритой все и началось. Все очень странно. Потому что, когда Рита была маленькая, ей было 7 лет, ее биологическая мама избила очень сильно. И, наконец-то, зафиксировали службы и в тот же день изъяли детей. Я сейчас вам кое-что покажу. Что, фотографии? Это фотографии маленькой девочки, которая должна была быть любимой своей мамой. В итоге она получала вот такие вот травмы. я не могу. Ну, сдалека видно синяки. Это ее ручки. То есть это над Ритой так раздевалось. Сломанное ушко. Ну, синяки. Лиля решила нас уже порвать, добить и растерзать наши души. У меня был шок. Там, кроме этих всех синяков, там на попе был шрам. Очень такой глубокий, большой. Я боюсь представить, от чего этот шрам. Синяки сильные, да. Рита это помнит самого детства. Младшие, когда мы их забирали, не понимали, что такое мясо. Они любили только гречку с сахаром и макароны с сахаром. Вся их еда была. А что сейчас с сестрой? Сестра живет в одном доме с нами, только с другой половины. Три года назад нас с братом ворвались в нашу половину. А, вот. Вот что нас с братом не общается. То есть брат вместе с той сестру отжали полдома. Жили ее девочки. Мы им создали вот такой уют, комфорт. Они ворвались, начали вышвыривать детей, меня. Почему брат все-таки решил выбрать сестру наркоманку, а не сестру, которая взяла опекунство над ним. Тут два варианта. Либо что-то недоговаривают, либо брат такой же, как сестра. Была для него как мама несколько лет. Очень много загадок для меня. Согласен. Как они зашли, кто их пустил? Зашел брат, зашел сестры моей муж нынешний, забежала сестра с младенцем на руках. Есть еще дети? Да. В этом году она родила десятого ребенка. Что? Сколько, блядь? Десят? Блядь. Кто? А где? Все живут с ней. Во всему будинку. Через стену. Через коридор, да. Подождите, стоп. Трое детей... Стоп. Троих детей лишили родительских прав, а у них еще семеро есть. Валесе сказали, что я теперь буду жить здесь, тут есть моя половина, хватит тебе тут уже царевать, и детей выгнали. Я так и не поняла, на каком основании Лилины брат и сестра ворвались к Лили. Ну, в смысле, на каком основании? Я тебе объясняю, на каком основании. Потому что все являются законными владельцами этого дома после родителей. Поэтому по закону там у каждого из них получается была по одной третей, судя по всему, у брата и у двух сестер. Одна третья на дом. Поэтому они вошли, типа, по закону дом тоже принадлежит им. И они вот поделили эти части. Ну, вообще, трешняк какой-то. В дом и забрали у нее комнату. Это как? Чей вообще дом? После смерти моего отца часть дома перешла нам по наследству. Это мне, брату и сестре. Что, чем только что сказала? Одна третья. У нас сейчас продолжают нарком. То есть, получается, даже у тех две третьих, а у них одна третья. У них даже по закону якобы должно быть менее половины дома. От наркотиков она избавилась после того, когда забрали у нее трое детей. Она не колется, а она пьет. Я видела ее неоднократно беременную, в пьянчем состоянии. Что за раз с детьми? Они живут так же, как жила Рита до этого. То она их бьет? Да. Она их бьет, это знают соседи. И что, они тут уже ничего не решают? У сестры 10 детей. Троих из них отобрали. Всем там живет. Продолжают жить с матерью алкоголичкой, бывшей наркоманкой, которая продолжает их избивать, когда смотрят службы. Может быть, в семье сестры Лилии не так все плохо, раз детей не забирают? Ты уже не вмешиваешься. Очень странно все. Я вмешивалась, три раза я вызывала полицию. Один раз меня даже Рита просила слезно, когда слышала, как она сбивала старшую девочку. Полиция приезжала и уезжала. Они не имеют права врываться в дом, частную собственность. Она всех посылала. А социальные службы, она стоит на облике в социальных службах? Стоит, но такое ощущение, как она даже их не боится. У меня есть какие-то сомнения о рассказе Лилии. Наверное, социальные службы не могут вжить никаких заходов только через то, что женщина их не боится. Это, по-перше. По-друге, правоохранители могут зайти на территорию помешкания, если была написана скарга относительно насилия на дите. Чтобы понять всю картину, очень хотелось почувствовать версию сестры Лилии. Димон вводит уже немного ясность, что все-таки где-то попахивает брехеньой. Или стоит фотография такого красивого молодого хлопца. А кто это? Мой старший сын Виталий. А сын? Ему было бы 22 года. Было бы. Боже. Семь лет назад он умер. Это его последняя фотография. Еще один удар ниже пояса. Вообще, есть конец этим всем историям. Или это бесконечность адского ада? Блять, воздушная тревога. Да, ребят. Надеюсь, ракета в мой дом не попадет. Немножечко отмотаем. Еще один удар ниже пояса. Вообще, есть конец этим всем историям? Или это бесконечность адского ада? Мы с мужем разошлись. С первым у нас осталось двое детей общих. И свекровь решила, что мальчика мама не сможет воспитать. И что он должен жить с папой, а девочка с мамой. И чтобы не платить алименты, она решила детей разделить. Когда мы с мужем разошлись с первым, Виталику было три года, и свекровь потихоньку начала его обрабатывать, настраивать против мамы. Они сначала его переманили, свекровь переманила подарками бесплатными, игрушками. С точки зору психологии, жодна триречна дитина не променяє власну матер на подарунки. Адже в цьому віці відчуття безпеки, яке даёт мама, набагато важливіше відчуття задоволення. А за законом ніхто не може забрати у матері дитину, якщо на це немає вагомих підстав і судового рішення. Я вже вдруге чую відлілі факти, котрі викликають у мене певні сумніви. Короче, буде враю какого-то, понятно. Ми воювали, вона всем писала, що я плохая мама. Было такое, що свекровь заставляла даже писать його письма службу, що я маму не горююю. якщо Димон вже не перший раз подтверджає, що щось пахне ложію і тому подобне, значить, не просто так весь вопрос піднімається. Віжу, я маму не люблю. А почему он на це шел? А потому, що він був маленький, і він боялся, що останеться без цих подарок. А потім приходив сюди, плакав і говорив, що мама, я тебе люблю. Мне приходилось писать заявление в службу о помощі, щоб вернули ребенка. Была комісія, у него спросили, с кем бы ты хотел, Виталик, жить, с мамой или с папой? Это ему было 9 лет. Он встал і сказав, я маму люблю, але жить хочу с папой і с бабушкой, і с дедушкой, так, як у них більше возможностей. Ми с Виталиком виделись на выходных, ми проводили время с ним, ходили в кафе. І в 14 лет он попал под влияние друзей, які употребляють наркотики. Передоз? Повторилась. Повторилась. Он пришел домой, лег спать, і он вже не проснулся. Мне сказали, що він щось покурил. Як ти узнала о том, що твоєго сіна більше немає вживого? Ну, раннім утром 9 февраля позвонив муж бывший, і сообщила мене таку новість. Я сподівала, що це шутка какая-то, це розогрош, такого не може бути. Дебільна шутка. І якраз тоді родилась перед цим Діна, і я її кормила. І от цих слов я сподівала, з днієм на руках. Мож не може понять, що відбувалося. И он взял телефон и начал с мужем разговаривать с бывшим, что как так, как случилось, как ты мог допустить, чтобы в твоем доме умер ребенок. Ну, он ему сказал, что на этот раз не получилось его спасти. То есть я так поняла, что это был не первый раз. Это был не раз. Передоз. Я думаю, что и папа, и бабушка это все замечали, это скрывалось, это все как-то замалчивалось. Как можно не заметить, что твой сын употребляет наркотики? Да замечали. Я в ребенке вижу температуру 37,2. Мне можно даже ее не мерить. Тут ребенок наркоман. То есть ребенок, который лег спать и не проснулся. Несмотря на то, что вот такая была ситуация, я продолжаю жить. Я рада своим детям, что они меня вернули в жизнь. И я бы хотела, чтобы вы познакомились с моим мужем. Хочу вас пригласить за стол. Да, какой-то страшняк прямо вообще. Девочки, значит, я хочу вам рассказать, кто же сегодня помогал мне и кто готовил. Салат это делал Глеб с Артемом. И жульен это как бы совместное наше производство. Рис этот я готовила, а сладости сегодня приготовила нам Габриэла. Стравы были просты, зрозумели, смачны. И главное, что приготовлены власноручь детьми. Я не могла кушать. Мне кусок горла не лез. После того, что я осознала, что в этом доме происходило. Я третий раз замужем. 11 лет мы живем вместе. А еще осталось с первого двума шлюбами. Первый мой муж, он ушел. Куда? К кому? К молодой девушке, которая посчитала, что вот разбить чью-то семью, это вот так. Разошлись мы, а Виталику было три года, а Анечке год и два месяца. То есть ты считаешь, что это вина все-таки той девушки, что она хотела? Или у вас было все-таки какое-то недопонимание? Конечно, сто процентов было. Ну, от хороших отношений никогда запомнить ее не уходят. То есть это ей так легче верить, что вот там разлучница и так далее. Мужик, если бы не захотел, бы не ушел. Вот и так далее. То есть что-то недоговаривается. Считаю, что в принципе виноваты обои. О, это уже поинтереснее уже суждение, а не виновата вообще какая-то третья баба. Заваляет, другой этим пользуется. Вот постоянно эти прощения, прощения, плюс руку поднимал на меня. И тоже с алкоголем были, наверное. Да, да. То есть у тебя так уж повторилась история твоих родителей? Твой человек первый, тебе быв? Мой первый муж был прототипом моего отца родного. Через полгода после свадьбы муж начал гулять, изменять. Когда я была беременна, первым сыном тоже начал бить. Бить за что? То, что я прихожу к там, где он гуляет, его там нахожу и уличаю в измене. И вот за это он не бил, беременную бил, не стеснялся. Вся Лилина история, вона про те, как важливо вихование в родине. От что батьки закладут, який фундамент. Те у детей и будет повторюватися далее. Постойная череда прощения. Вот это изменение, прощение, изменение, прощение. Плюс тебе все время говорят, что терпи. То есть были изменения. А кто тебе так и казал? Секровь. Слушай, а как часто венту без раджуов? Ты просто знала? Конечно, знала. И это было очень часто. И знали все вокруг. Как можно лечь в постель с мужем, когда ты знаешь, что он ложится в постель с другой женщиной? Это уже Содом и Гамора. Например, был такой случай у нас. Муж был такой выпивший. Он хотел ехать на свидание к своей молодой девушке Евгении. Я выкрутила свечи. Мотоцикл не может завестись. Он его с толкача тут таскал, таскал. В общем, а потом, когда посмотрел, что в мотоцикле нет свечей, он понял, что это моя работа. И он полез ко мне драться. Это видели дети мои. И он разбил мне голову. И когда уже хлынула кровь... И ты при всем этом жила с ним. Вот кровь брызнула. Он вроде бы как остановился. Вызвали скорую мне. И потом вечером позвонила свекровь. Начала меня обвинять в том, что я ему раздрала лицо. Раздрала на нем вещи. Что я невменяемая. Я говорю, что мне голову зашивали. А она думала, что это твои проблемы. Мені видалося дивным, как она могла отдать своего сына Віталіка батькови, который изнущался над нею. Это человек, который небезопасен для общества. И она отдает ему своего сына. Для меня это просто... Какой ты теряешь вообще? А что до другого шлюба? Второй брак у нас не заладился, потому что мой муж не захотел брать ответственность за моих племянников. Но в итоге я узнала, что у него тоже давно уже есть другая женщина. Это просто была причина? Я думаю, да. Дети были во втором браке? Дети во втором браке. Это наш Артем. Как Лиля вообще живет? Я просто не понимаю. Просто воняет же. Санта-Барбара. Один хуже другого. Ты дважды наступала на одни и те же грабли. Все-таки я надеюсь, что третий раз. Он уже будет точное попадание в цель. Давайте покажем его. А вот и мой любимый муж. Дмитрий. Очень приятно. Очень приятно. Зашел просто обычный мужчина средних лет. Хозяин не своего дома. Дома полного конфликтов. У меня возник вопрос, почему он не пригласил свою жену к себе в пространство, в свой дом. Такая большая семья. Такое большое количество детей. Такая ответственность. Как вы приняли это решение? Во-первых, я полюбил Лилю. И, конечно, да, я так понимал, что, наверное, будет сложно, и не так все просто. Но очень много, что от женщины зависит. Бывает, когда одна женщина, один ребенок, и черти что творится. А бывает, когда вот женщина все правильно налаживает, то и шестеро детей, ты их не чувствуешь так. А кто в семье головный? Лиля, конечно. Что бы я посоветовала сбежать отсюда, потому что вы сами знаете, что тут за стенами творится. Здесь столько плохих воспоминаний. Пространство можно поменять, построить, сделать его своим. И будьте смелее. Не бойтесь ничего. Благодарю. Та чи готова Лиля распрощаться с страшным минулим заради кращого будущего? С Карпачова? З'ясует Дмитро Карпачова. И дальше узнаем, что там Карпачов узнал. Здорово дня. Витаю вас. То же вы супермама. Так. Почему? Потому что я счастливая женщина, счастливая мама со своими шестью детьми. А как вы можете быть счастлива, когда у вас за стенкой так и коится, и ваша донька спит перед покоем? Ну, во-первых, конечно, на полу спят. И не голодные. Как могли бы быть, если бы жили в биологическом доме. Они слышат, что коится за стенкой. Ну да, там шикарно слышно. Слышат, как их брати и сестры, как над ними там знущаются. Это да. Ну, с ваших слов. Я просто, что там не был у вас, потому что я не знаю, что там на самом деле происходит. Ограничить их от того, что слышат они за стенкой, я не могу, потому что службы, которая вызывала, у которых их работа, они этого не делают. А чему вы не поедете звезти? Я бы с удовольствием уехала, если у меня была возможность переехать в другое место. Не имею, к сожалению, пока, пока. Говорю только пока. У нас есть участок, мы собираемся там строить дом. Вернее, мы уже начали этим заниматься. И это очень хорошо. Потому что мой первый муж был прототипом моего отца. И когда уже я наступила на очередные грабли, я поняла, что мне надо остановиться и подумать, как бы я хотела жить, как бы я хотела видеть семью для своих детей. Я стараюсь совершенно по-другому жить. Не так, как моя мама, не так, как мой отец. Я не перекладываю ответственность по воспитанию детей на самих детей. Если вдруг кто-то там не сделал что-то как надо, и старшие должны отвечать. Это вообще неправильная была модель поведения в моей семье в детстве. Из-за этого мы, конечно, и пострадали. Из-за этого у нас отношения с сестрой и братом разрушались, потому что младшие были любимые, можно сказать. Им все прощалось, а старшая была более такая, знаете, вот ответственная. Что еще вы не робите с того, что робили ваши батьки? Я не наказываю детей за то, что они могут плохо учиться или чего-то не сделали. Я стараюсь больше времени проводить и мужа к этому тоже завлекаю, чтобы мы больше проводили время вместе. Ну что ж, дуже буду радый, если вы станете супермамой. Чем-то меньше для своих детей. Это точно возможно. Ну, сейчас все зависит от того, если все было правдой и сейчас Карпачеву ее не разоблачить в каких-то вещах, то я считаю, 10 баллов ей можно дать. Но, если сейчас начнет что-то такое жесткое вылазить, а к этому как-то очень сильно ввелось, согласитесь. Тогда я не знаю. Может быть, первое даст. За хозяйственность я ставлю Лиле 5. Детям 10, а Лиле 5. Чистота в доме. Это Габриэла и мальчики. Ужин тоже на плечах детей. За воспитание детей я Лиле ставлю шестерку. Я снизила так оценку, потому что дети живут через стенку со своей родной биологической матерью. И тут нужно или с мамой налаживать отношения, чтобы дети не жили в этом постоянном конфликте, или вообще оттуда съезжать. За самореализацию я Лиле ставлю 5. Вона не досягла своего потенциалу. Вона может набагато больше. Ихай эти 5 баллов будут запасом на ее подальший зритель. Давайте. Что же там за скандалы, интриги, расследования? Это же Лилина Сесада с комментарии там какие-то записали. Уси четыре матуси налаштовані на перемогу. То хто з них финишує в цих перегонах із найкращим результатом? Лиля, привет! Здравствуйте, девочки-красотки! Привет! Олеся вообще красивая платье, любимый цвет мой. Ей очень хорошо. Ну, хотелось бы больше объема в области груди. Пушапчиков таких. Девочки, не терпится оценки посмотреть. Третья. Саме Ира и побачить свои бали першою. Та чи задовольнять оценки вы могли бы маму шарицю? Что, скотины? О, Лиля, ты прям превзошла себя. Спрашивайте, буду отвечать. А почему у меня четыре за хозяйственность? В доме, где идеальная чистота. Идеальная чистота, я думаю, благодаря доброподнице, которая у тебя приходит и выбирает. Я убираю дом каждый день. Сама, лично. Ну, я думаю, что это неправда. У зависти, конечно, нет предела. Да, это зависть, это правда. Она пришла в чистый дом. Я ей рассказала, сколько времени в день я этому уделяю. И человек мне ставит такую оценку. Ну, это же смешно. Ну, ладно, проехали. Самореализация опять. Ты знаешь, я даже тебя уже и спрашивать не хочу. Почему ты поставила пять? Ну, не спрашивай. Ну, что-то противно. Взаимно. Каждая оценка Лили, это как нож в спину. Вот, девочки, вы вдвоем такие оценки мне классные поставили. Выхование детей. Почему шесть? В школе твоего сына ображают вчителей и директор, и ты про это даже не знала. На это зверни, будь ласка, увагу. Произошел конфликт за день до съемок, с которым я уже разбиралась после съемок. И я детей со школы забрала. Оценки были просто ужасные. Если я скажу, что мне все равно, я буду лукавить. Мне было больно. А чи так само болезненно сприйме свои оценки Даша? Лиля, два, три, четыре. Это выхование детей. Мне очень понравилась Полина, но меня очень смутило, что ты все-таки могла ее ударить. Такое впечатление, когда я увидела оценку Леси, пять, что я просто избиваю ребенка, и у меня ребенок ходит весь в синяках. Ирочка, самореализация. Я слушаю. Ты показала всего несколько журналов, где ты там снялась. Они меня не впечатлили, потому что у меня таких пять журналов есть с моими интервью, с моими фотографиями. Я даже никому их не афиширую. Потому я и не поняла род твоей деятельности. Я и в спорте как бы раскрылась, в блоге, и работаю я моделью. Ну, куда же еще? Как еще я должна самореализоваться? Вышивать крестиком? Лиля. Лиля вообще. Назильно вычесть два. Не, это жесть, конечно. Все-таки эта Лиля такая, очень черная лошадка, и немножко, я так чувствую, гнильцой начинает уже попахивать. Прям пованивать, я бы сказал бы. Начинает пованивать. Было видно, что Лиля взяла четкую стратегию на перемогу, разрахована на занижение валов. Это как-то было грубо, вульгарно и негарно. Не люблю такие моменты. Даша, моя оценка такая, потому что я... Ой, мое любимое самое, когда ты пытаешься оправдать заниженные оценки. Прям вообще, обожаю. Я как хозяйку не увидела. В твоем холодильнике не увидела ничего, что сделано твоими руками. Ни какие-то заготовки для твоего ребенка. У меня все готовится из-под ножа. Если бы у меня было шесть детей и два мужа, то, конечно же, у меня бы лежали заготовки, весь холодильник заполнен мясом, котлетами. Ты два мужа у меня видела дома? Даже три. Но при этом они всегда сытые. Так у меня тоже все сытые. И не питаются с рестораном. На самом деле, я вообще в ресторан вас пригласила, чтобы вы почувствовали атмосферу. И этот день вам запомнился. Даша, я благодарна тебе, что ты нас пригласила в ресторан. И мы, наконец-то, там спокойно расслабились. За нами никто не наблюдал. С твоих больших камер вот этих. Лиля тыкает тем, что она живет без камер. Вы видели ее дом? Зачем там камеры? Что там охранять? А почему по поводу выхования детей 3? Потому что твоим ребенком занимаются педагоги. Окей. Тогда вопрос. Почему самореализация 4? Окей, ребенком я не занимаюсь. Самореализация все равно низкая. Для меня блогерство – это не работа. Это… Отлично. Прям в душу насрала. Все. Она мне не нравится. Работаю я больше, чем ты. Хорошо, Даша. Есть ли деньги твоего мужа? Ты сможешь покупать себе такие дорогие вещи и показывать? Конечно. А потом вкладывать в себя, чтобы вдруг, если вы разойдетесь, продавать и жить за эти вещи? Блогерство не работает. Лиля, давай мы не будем уже кошельки, карманы заглядывать. Кто кому что дарит и так далее. Милая женщина. Даша сумела так вдохновить своего мужчину, что он столько для нее делает вещей. Лиля из троих мужей никого не вдохновила на такие вещи. Видел весь твой негатив, который ты выплеснула в очень низких оценках. Я просто понимаю, что внутри тебя. Лиля – это просто зависит от ***. Наступные оценки, как ни прискорбно, это все признать. Ее седла побаченная. Бля, здесь 1, 5, 5. Хозяйновидность 3. На конюшнях у тебя фантастический порядок во всех отношениях. Поэтому именно за конюшню 3. Окей, Лиля, а чему за самореализацию 5? Чему? Когда я науковец, кандидат наук. Лиля, Леся, пятерку поставила? Блин, я думал, что это такая черная лошадка, но в ней есть свои тараканы. Но вы знаете, Лиля прям тут под финал, знаете, как этот, под финиш прям, ну, вырвала победу, прям, знаете, засранка этого выпуска. Тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру. Лиля! Глупые существа я, наверное, в своей жизни не встречала. Наверное, недалеко она от брата, от сестры на самом деле отошла. Потому что самое главное тебе, ты женщина, ты очень красивая женщина. Але ж до чего тут самореализация? Как для чего? Ты же должна, в первую очередь, самореализоваться, как женщина, как хозяйка тоже. А кто таки сказал? Я думаю, Лиля просто не знает, что такое самореализация, оскільки вона сама нереализована. А что же отримала сама Лиля? Надеюсь, небольшие. Хотя ей еще оценки поставили. Даша, выхование детей. Не такие низкие, как она оставила. Это просто для меня была катастрофа, когда мы при входе увидели кровать твоей дочки. Но потом выяснилось, что это как бы не твоя дочка по факту. И поэтому к ней такое, видимо, пренебрежительное отношение. У нас в Украине люди многодетные живут в двухкомнатных квартирах. И по 7-8 человек. Зачем они рожают их? Для того, чтобы государство спонсировало их? Ну, у них спроси. Так вот я тебе говорю, о чем? У них спроси. Ребенок это осознанный шаг. И когда ты понимаешь прекрасно, что у тебя нету возможности содержать этого ребенка, у тебя нету жилплощади для этого ребенка, зачем рожать еще? Тебе повезло, что ты через интернет нашла себе мужчину. Не знаю, там, женатый, какой он не женатый. А у меня так не повезло. У меня совсем другая история. У тебя есть предел вообще твоя... У меня нету зависти. К чему завидовать? Ты даже птичке золотой клетки? Вообще нечему завидовать. Она уже не знает, как меня обидеть и оскорбить, как подхолоть. Ну да. Я думаю, что она бы мечтала оказаться в моей золотой клетке. О, сейчас Карпачевскую. Что же, давай. Да, он стопудово будет ее топить. Гнильца с нее полезна. С этой Лиле очень полезна. Доброго дня. Готовы подивиться оценки? Да. Тож, увага на экран. Что, и больше всего баллов у нее, у Лиле? Ирина 55 баллов, Леся 51, Лиля 46 и Даша 45. Как видите, за результатами сегодняшнего оценки, перемогти может каждый из вас. Так, ну. Это свидетельствует о том, что соперницы подобрались достойно. Ну, такое, ну. Как показала таблица оценок, девочки просто не дали бы мне быть лучше, чем они. Они пришли, чтобы продвигать себя. А я пришла просто рассказать о том, что, несмотря на тяжелые ситуации, я осталась человеком. О, и сейчас такой Карпачев говорит, а я бы сейчас о том, что ты стал с человеком, я бы поспорил. Но, первым, как я отдам свои баллы один из вас, я хочу вам дещо показать. А ну. Увага на экран. Меня зовут Юлия. Я родная сестра Лилии. Ого. Для меня важливо было это сделать, потому что в любом конфликте до него причетны две стороны. И, если у вас была нагода высловитись, то я смогу высловитись и другой стороне вашего конфликта. То есть, на мой взгляд, честно было показать это другим Матошям. Давай. Не думала, что Карпачев, который проповедует добро, будет делать такие видосы. Ооо, ты посмотри на нее. Ты посмотри. Лиля в 2008 году подошла до меня и сказала, что отмывайся, иди в службу, отмывайся от своих детей. И она станет опекуном и будет отримывать на них кошты. И она со мной будет делиться этими коштами. Серьезно? Это она так захотела бабки заработать? Откажися от детей и будем делить деньги от государства? Я сказала, что нет, я на такие не пиду. Вона сказала, я пойду по трупам, и все равно добьюсь своего. Ну, у меня шок. В 2008 году вона подала позывную заяву позбавила батькирских прав. Я была в шоке, когда увидела вот эту женщину на экране. Я просто представляла себе какую-то... Ну, наркоманку, я тоже скажу, не похожа и на алкоголичку, правда. Я, может быть, и бухает, не знаю. Ну, вот если так посмотреть на человека, вот я, ну, я аватара прям такого явного прямо, ну, могу отличить. Либо ее хорошо замискировали, но я вот не вижу по ней наркомана-аватара, правда. Синюю алкоголичку с красным лицом. Да, не вижу. Она абсолютно не вписывалась в картину того, что описывала Лиля. Подтверждаю. Хорошую маму у детей не заберут. Почему с ним Лили Виталик живет с батьком и бабусей, а не с мамой? Ну, Виталик, он все время хотел жить с папой. Лиля Виталику сказала, ты мне уже надавил, забирай свой букварь, спортивный костюм и иди до своего батька. Вин приходил до неи додому, то калитка закрыта, свет дома горит, а никто не открывает. Як бы мама хотела, вона б забрала свою дитину. Я вообще не представляю, какой должна быть мама, чтобы ребенок ушел жить папе и бабушке. Она рассказывала, что у нее ребенка отобрали, но это оказалось ложью. Для меня это шок, для меня это неприятно и гидко. Когда мы к тебе пришли домой, я, ну, мне было настолько больно и страшно слышать эту историю, но все равно каких-то кусок мне не хватало. У меня пазли чуть-чуть сложились. Лиля рассказала, что вы сейчас бьете своих шестью детей. Это правда? Она писала всякие заявки. Приехали, переверили, продукты есть, дети доглянуты, никто не побитый. Все нормально, сняли нас из облика. Так у службе сказала, что пока вы не разделите в натуре дом, вот так она на вас и будет писать. Я бы хотела спілкуваться нормально с детьми своими. Уже просто, запрещается дитям спілкуваться, потому что все поймут, кто такая Лиля. Я думаю, что Лиля хочет оставить себе дом, поэтому она вот это разыгрывает, вот эти все вещи, то, что она пишет на сестру. Я лебедь Роман, брат Лили. Рассорились, полили на инициативе. Бля, я вот сейчас смотрю на брата, реально, брат не похож ни на алкоголика, ни на наркомана, ни на какого-то, не знаю, бандита. Вот реально, я смотрю по внешности, чувак обычный. Начались эти задележки дома, отцовского. Вся семья постоянно говорит только о доме. И я так понимаю, что дети это как кегли, они играют. У кого больше детей, тот хочет забирать большую часть дома. Но это просто дико. Левочки, ну здесь самое страшное, то, что дети во все вовлечены, как они страдают. Ну, страшно. Она скандальный человек, занимается аферами. Аферы и с детьми, и с Юриными. Аферы по разделке дома. Аферы по трате денег, те, которые выделялись на Юриных детей, как тратила их Лиля. Лиля изделала туры по загранице, понимаете, по Европе за эти деньги. Дети жили в бабушке. Она мало ими занималась. Я довольна, что мы не общаемся с братом, потому что мне надоело оправдываться. Почему я не могу поехать отдохнуть в ту же Турцию? О, бля, попы. Просто правда ли это, то, что говорят другие. Вряд ли мама, которая лишила родительских прав, скажет хорошее о другом человеке, который воспитывает. Не бывает конфликта, в котором одна сторона вот такая била и покраска, а другая зелена и слезка. Нехай каждый для себя как-то самостоятельно объясняет, где правда, а где наклад. Обесценит труд человека, который 10 лет воспитывал, боролся за этих детей. Очень сожалею, что пришла в этот проект. Лиля, я не могу вам дать свои 10 баллов, но одну из вас я бы хотел поддерживать. Ту, которая пришла на проект Супермама с известной метою посмотреть на себя очами других, которая готова учиться, неизваживая на то, что она сама выкладача. Третя. Так, Леся, это вы. Я никак не ожидала, что Крапачев отдаст свои 10 баллов именно мне. Я расстроилась, потому что я не выиграла. Ну, акценты были очень сильно мне занижены. Я очень, конечно, как бы это, как у нее там, блин, фамилия, забыл, царевна или как там ее там, царицына? Очень. Царица не победила. Супермама. Ура! Это прям так улыбается через силу. Дуже вам дякую. Витпроекту Супермама я дарую вам цей браслет. Да нет, ну трэш, конечно. потому что сколько я вкладала праці и вкладаю працу в своих детей, в свой проект, в клуб. И отримать такую нагороду, это просто казка, это фантастика. Что будет следующая четверка? Мамы из Киева. Я многое детям разрешаю и стараюсь их не контролировать. Если я сказала в 10 отбой, значит отбой, и не минутой позже. У нее даже такой голос, такая подача очень жесткая. Яка гортует сынею, наче сталь. Это будущие семьянины и отцы. Они не должны быть уфеками. Там трэш точно. Для нас счастье – это дети. Все, что я люблю, только для них. Яка створює для сына и доньки казковое детство. Я организовываю дитячие вечерки и свята. Святой осенью, святой принцессы, хэллоуин. Безмежная мягкость. Макияж я начала делать с девяти. Чи камьяна жорсткость. Я его пыталась два раза создать в интернат. Это была моя война. Захмарная ответственность. Мы пытаемся устраивать секс-марафоны. Чи шокуючи таймниці. Это мама моего человека. Она родила детей не от сына. Конечно, сто процентов. То кто супермама? Да, тут показали нам, конечно, то, что будет дальше. Только раздраконили, чтобы уже снимать новые выпуски. Но, ребята, вот такая вот была четвертая супермама. Но тут уже каждому решать, что было правдой, что нет. Но по тому, как показали ее сестру, ну, слушай, типа, не похожа она на ту, как это рассказывала. То есть там реально какая-то идет жесткая дележка за дом. Брата показали обычный. Эту сестру показали. Ну, да. Что-то очень много там соврали. Ну, ребят, как-то так. Буду благодарен за лайк. И уже увидимся в новых выпусках Супермамы. Да, ребята, если вдруг... Еще раз напоминаю. Хотите знать, что происходит в Украине? Ну, я думаю, украинцы точно знают. Кто-то из других стран. То я создал телеграм-канал. Ссылку оставлю в описании. Всем пока.